Скорая ночь И тепло, и табак Ветер трогает сосны Аккорд не построят никак Пляшут тени огня По шершавым гудящим стволам Наши песни друзьям Наши мысли друзьям Все друзьям И пускай далеко от друзей Нас сводят дела Пламя наших костров Все сомнения сжигает до тла Все, что было и будет Все это завещано нам Наши песни друзьям Наши мысли друзьям Все друзьям Ты послушай, дружище Нам рано гитары чехлить Мы свое не сказали А страшно одно Не дожить И пока наше слово не лживо И служит сердцам Наши песни друзьям Наши мысли друзьям Все друзьям Все друзьям Песни начал писать В 1977-78 годах Сегодня их более ста Все на свои стихи Лауреат фестивалей В Чебоксарах Саратове, Казани, Москве, Самаре Саш Давай вспомним вообще Вот как мы пришли Вот в это движение Теперь гордо именуемая Авторская песня Когда-то это была Самодеятельная песня Еще раньше, наверное, Туристская песня Где-то как-то Вот Во сколько лет Когда Вот как мы Вообще ввязались в это дело Значит Значит Это был 72-й год Значит 72-й год Это был Июнь Начало июня 72-го года Получилось так, что я Отдыхал на Другом берегу Волги Там были раньше Такие турбазы стояли Палатки Значит Сборные домики Все было По-домашнему Вот И Там познакомился я С одним человеком Который Вдруг Мне предложил Да Человек Что-то там такое Играл на гитаре Вот К тому времени Я тоже Начинал Что-то такое Подбирать Вот И даже гитара У меня была За 7 рублей 50 копеек Это Панерная Классика Классика Семиструнками Которые Седьмая страна Была снята Петеримбургская Нет Самарской Самарской Небельной фабрики Самарская еще была Правильно Вот Значит И Юра Он значит Говорит А ты Говорит На фестивале Был Значит На стрюках Я говорю А я даже не знаю Что это такое Он говорит О Поехали Я говорю Так у меня же Вроде ничего нет Там жить-то где У меня палатка есть Котелок мы найдем Значит Возьмем с собой Одеяло Что-нибудь покушать И значит Туда поедем И мы Абсолютно Не Зная Вернее Я абсолютно Не знаю Что это такое Ну То есть Совсем Значит Собрали рюкзак Еле-еле Я Умолил Родителей Чтобы они Меня отпустили Потому что Это был Восьмой класс Девятый Вот А пел Я тогда На 99% Владимир Семенович Причем Знал я его концерт По-моему Московский В театре Современник Я этот концерт Знал от И до То есть От первой песни До последней Слушай Я тебе Завидую Уже Ну Память-то Мала Юношеская Еще Вот И значит Мы туда приехали Тогда Это все Конечно Ну Ты помнишь Тогда Помещалось Все только На центральной Поляне Ну да Там Лагерей-то Особых Не было Да Конечно Центральная Поляна Вот Гостиный Двор Был Небольшой Там Палаток 20 Был Всего Никаких Там Строений Никаких Там Домиков Ничего Там Но Гитара Уже Была Только Гитара Была Не Как Вот Сейчас Гитара Гитара Была Там Такой Плотик Был Вот Из Набранных Из Катамаранов На нем Такой Плот И он Был Даже Не В форме Гитары А он Был Квадратный С Мостками Это В 72 Году В 72 Году Вот Значит И мы Туда Приехали Я Хоть Тебе Не Помню Чем Мы Тогда Вдвоем Разучили Какую-то Песню Причем Песня Абсолютно Была Не Авторская Не Самодеятельная Песня Была Какая-то Абсолютно Дворовая Ну Понятно Да Они Тогда Имели Хождение Широкое Там Что-то Про Клен Там Еще В общем Какая-то Ерунда Была Это Я Уже Просто Не Помню Но Мы С ним Эту Песню С Юркой Выучили На Два Голоса Аж Причем Играл Он И мы Туда Приехали И даже Пошли На Прослушивание Я Никогда Не Забуду Глаза Прослушивающих Когда Мы Начали Петь Такую Эту Песню А Пели Мы Вдохновенно Громко С Выражением Что Называется Вот И Нет Ну Нам Конечно Вежливо Посоветовали Идти Еще Потренироваться И Послушать Вообще Что Здесь Поют Прежде Чем Приходить На Прослушивание Что Мы С Удовольствием И Сделали Мы Пошли Слушать У Каждого Костра Мы Регулярно Пели Свою Коронную Песню Вот После этого Нас Даже иногда Поили Чаем Вот Все это было Очень здорово Нам страшно Это понравилось С первого Своего Грушинского Фестиваля Я Вынес Одно Очень печальное Очень печально Было То Что Пока Мы Там Шастались По Всяким Кострам Палаткам И Пели Свою Коронную Песню У нас Украли Котелок Вот Причем Больше Ничего Не взяли Взяли Только Котелок Ну Вот Но Варить В результате Было Не в чем И Получилось Что Мы Весь Этот Грушинский Но Это Было Кстати Только Это Была Суббота Поэтому Суббота Воскресенье Уезжать Мы На Сухомятке У нас Там Было Какое-то Печенье Там Хлеб И Банк Тушенки Вот Была Еще Лапша Но Лапшу Сварить Было Негде Поэтому Мы Тихо Спокойно Существовали На Хлебе И Тушенки Но Вот Это Вот То Что Я Там Тогда Увидел А Самое Главное Услышал Я Первый раз Тогда Услышал Сашу Краснопольского Первый раз Ну Понятно Это Наш Самарский Автор Который Сейчас Живет Очень Далеко И Не Поет Абсолютно Ну Вот С тех Пор Как-то Все Это Так Вот Когда Мы Проходили Это Прослушивание Там Сидели Как раз Сестры Кузнецовые Это Рукообесменные Руководители Самарского КСП Вот И Танюша По-моему Или Галя Я не помню Кто Она Сказала Вот Чтобы Научиться Хорошо Исполнять Самодеятельную Песню Тогда Кстати Никогда Не Слышал Что Она Называлась Авторской Ну Это Понятно После Владимира Семеновича По-моему Он Приписывал Ему Вел Этот Термин Авторская Песня Приписывают Ему Да Он Сказал Что Какая Это Самодеятельная Песня Это Песня Авторская Я Говорю А Когда Приходите Он Говорит Вот Мы С И В Сентябре Месяце Мы Туда Я Туда То Что Юрка Он Учился Вообще Тогда В Ленинграде Вот Сентября Месяца Я Туда И Начал Ходить Нет Тебе Конечно Безумно Повезло Потому Что Ты Уже Где-то Лет 15 Попал Я Например 14 15 Только Впервые Вообще Попал На Первый Концерт Который В 61 Году У нас В Уфе Организовали И Вечер Турийской Песни Я С огромным Удивлением Вообще Увидел Услышал То Что Ребята Эти песни То есть Не те Дворовые Хулиганские Блатные Извините Песни Которые Мы там На трех Аккордах Там Звездочка Лесенка И прочее Играли И пытались Что-то там Изобразить А Именно То Что Песни Совсем Другому Посвящены И Тогда Вот Что я помню Меня потрясло Когда На Стенах Висели Тексты Потому что Сборников Естественно Никаких не было Ничего не было Кто-то Печатными Буквами Там Вот это Какой большой Ветер Наела Матвеева Это было А я стоял И переписывал Это Я потому Что был Потрясен Я впервые В жизни Услышал Эту песню В общем-то И А у нас К сожалению Клуб В общем-то Возник Гораздо позже Допустим Чем ты попал На Этот фестиваль Мы в 74-м году Только собрались И Начали его Создавать И создали Просто Я о чем Хочу сказать О том Что вот Сам Переход Вот В этот Мир Вот этих Песен Он Насколько Резко Вообще Вот На твой Взгляд Он Отличался От того Что Было До Этого До твоего Первого Фестиваля Потому Что Ты Горишь Уже Что-то Пробовал Там Писать И Что-то Делать Там Как бы Ты знаешь Абсолютно Не резко Потому что Я уже говорил Что Начал-то я С Высоцкого А Ну да Тогда уже Высоцкий Конечно Переучился Не надо было Высоцкий Гремел Из Каждого Окна Практически Причем Просто Понимаешь Какая штука Получилась У Высоцкого Ведь Вот он В том концерте Кассета Которая у меня была У него Практически Не было Лирики Были Чисто Да В основном Как-то Так собрано Были Весьма Такие Брутальные Песни А после Того Как мы Попали После Как я Попал В КСП И Мы Начали Со мной Начали Заниматься Как-то Мне Дали Послушать Сборник Как Сейчас Помню Это Была Часовая Большая Бобина Это Запись А Да Нет Я сейчас Даже Не Вспомню Я Даже Не Вспомню Откуда Были Эти Куски То Есть Каких-то Фестивалей С Каких-то Концертов Сборники Были Причем Как Я Потом Уже Сообразил По-моему Там Галич Например Там Был По-моему Даже Из Новосибирска Там Там Сборник Тогда Еще Все Понапихан Ну Понятно Но Тогда Тогда Вот Я Впервые Услышал Это Это Уже Вот 74 То Через Год Было 74 Год 73 74 Тогда Я Услышал Впервые Услышал Акуджаву Я Впервые Услышал Клячкина Ну Да И Впервые Услышал Тогда Еще Совсем Молодого Никому Не Известного Ловку Ландзберга Ну Ландзберг Да Тогда Он только-только начинал да и вы это его еще абсолютно юношеской юношеские записи вот где он пел достаточно таким высоким голосом и вот как то вот так все это дело но ведь ты вспомни на голубом глазу все эти песни учились причем абсолютно не знаю чик то автор там же не написано понятно понятно да вот только потом говорили значит песня это да это же гитаку джава я говорю да а я не знал все-таки главная задача я думаю в том что песни работали чтоб они жили среди людей и как-то воздействовали на их сознание на их ну скажем громко воспитание что да да ты абсолютно прав потому что я даже больше тебе скажу дело в том что последнее время одно последнее время это последнее время это лет десять чем старше становишься тем длительнее у тебя идет период в последнее последнее время именно ну вот я например крайне редко вообще что-то что-то сейчас пишу крайне сам а почему-то мне стало больше нравится на концертах петь песни старых уже многие ушедшие авторы песни которые не на слуху вот не которые можно петь хором да ну да вот а песни которые как бы они как бы ушли немного в тень то есть их начинают забывать силу того что их сложно исполнять потому что песни достаточно сложные аранжировки постановки то и получается что они как бы незаслуженно забыты в общем то я тоже с этим точно так же сталкиваюсь и точно так же я когда приходим к возрасту и начинаешь понимать что нужно отвечать за то что ты делаешь в общем то на самом деле лучше сделать одну но достойно чем много-много всякой ерунды чешуей ну ты же прекрасно знаешь как стихи пишутся в смысле пишутся тысячи стихотворений сто из них можно на них посмотреть и подумать да может быть что-то из них десять прочитать своим близким друзьям и может быть одно даже опубликовать как бы дай бог если одно да дай бог если одно опубликуешь но это нормальная система насчет ответственности я тебе даже больше скажу не ты сказал нужно отвечать за за то что делаешь да чем старше ты становишься тем более чаще тебе эта мысль приходит в голову конечно я тебя по немножко поправлю ну я не помню откуда это а выиграет что говорится от придется отвечать за то что мы сейчас рассказали придется не придется конечно господи не должны отвечать придется ответить поэтому конечно ты прав конечно значит 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 фильтр постоянно внутренний твой твой цензор который есть постоянно должен работать планка у него возрастает а поэтому хочется хочется все чаще и чаще хочется приблизиться к то что называется нетленке ну мне вот в этом отношении мне приходилось встречаться с мустанем карим и это там у нас классик там народный поэт и все такое и он весь медали и он как-то однажды очень хорошо сказал говорит а я говорит прежде чем какую-то вещь сейчас опубликую я двадцать раз должен подумать прежде чем это опубликовать потому что знаешь лицо его в общем то все и упасть рухнуть развалить все что было сделано какой-то то есть надо отвечать за то что ты делаешь это хочешь ты или не хочешь другой разговор тут хотят ли это делать хотят ли это делать ну но придется как ты заметил придется правильно потому что никуда не денешься насчет того что да нет вообще ты знаешь насколько я помню насколько я помню авторов всегда больше было всегда а ты вспомни вот на последних фестивалях сколько мы с тобой видели одиночных исполнителей буквально вот по пальцам их по пальцам в общем то потому что требуется ну 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 ты сам прекрасно понимаешь если ты рискнешь показать творчество какого-то любимого человека то ты должен его только поднять а ни в коем случае не опустить а поэтому их и посчитать то можно по все времена извините ну кто из таких вот из исполнителей вот был действительно митя диктор ну диктор да вот этот самый ленинград брунов брунов лёша да конечно ну и ну и ну в питере еще наверно можно найти там несколько человек ну можно они сейчас не на слуху ну другому разговору что они не на слуху ну это ну в москве сейчас кто значит я имею ввиду вот Галя Хомчик все ну Хомчик хотя я допустим далеко может не все воспринимаю то что она делает нет я тебе просто говорю о людях которые работают на вполне таком приличном профессиональном уровне ну понятно ну можно соглашаться с интерпретацией этого исполнителя или не соглашаться это вещи такие но отрицать то что уровень нет я могу назвать и камбру еще ну как исполнителя это кстати абсолютно гениальный ты абсолютно прав абсолютно гениальный исполнитель это гениальный исполнитель кстати вот меня очень потрясло вот последний концерт у нас был и среди зрителей я не увидел практически ни одного из людей так сказать вот круга авторской песни хотя там то как раз на камбровой да вот это меня тогда ударило очень здорово я там 2 или 3 лица увидел потому что это человек у которого можно буквально учиться вот буквально конечно учиться учиться и учиться потому что она от этого всю жизнь свою отдала и я помню выступление еще когда она совсем юная так сказать 22-летняя пела и того же Кима это были там да и закрыты это были достаточно концертики такие тайные будем так говорить вот это может быть наверное тот самый идеал если когда твои вещи начнут люди такого уровня исполнять это наверное уже можно гордиться так сказать жизнь была не напрасна и все творчество в общем-то было не напрасно вот на этой оптимистической ноте ну мы и закончим наше с тобой выступление хорошо в то не что это говорит это не